И все, привет ребят, с вами мистер Ваненька, я сегодня записываю новый ролик, наконец-таки у нас долгожданный видеоролик на нашем любимейшем шафте, сегодня мы будем играть на Чиппердейле, на том самом Хорнета Шафте, который всем вам, друзья, нравится, кто не знает, я уже наконец-таки докачал Хорнета Шафта здесь до М4, до МК8 вооружения, потихонечку прокачиваю дрончика, вот, к слову, сейчас шажочек прокачался, ставлю на следующий, И, соответственно, иду дальше, зарабатываю кристаллы, в дальнейшем буду покупать уже резисты на этот аккаунт, по возможности, да, то есть, как только там будут какие-то определенные моменты, сегодня будет очередной игровой видеоролик на данном аккаунте, вы набираете большое количество лайков, вам заходит данный формат, вам заходит данный замечательный аккаунт, ну и, как вы знаете, до сих пор на основе я Шафта не прикупил, в предыдущем видеоролике, посвященном данному аккаунту, Я говорил, что если на нем наберется 400 лайков, то я прикуплю себе на основе Шафта, 400 лайков у нас, к сожалению, не набралось и, скорее всего, не наберется, ну и я, наверное, ну, не сочтите мне там за байтера какого-то, скажу последнюю цифру, да, то есть, вот, вот, последняя, да, то есть, вот, есть шанс прикупить Шафта, вот, есть, просто, вот, нереальный шанс прямо сейчас прикупить мне на основе Шафта, если на этом видосе набирается 350 лайков. Вот, ниже, там, до 300 опускаться не буду, потому что это уже изикаточка, вы там в легкую их поставите, 350 надо постараться, вот, реально, надо постараться, это последняя цифра, если на этом видосе не набирается, то больше я не возвращаюсь к этой теме и не буду вас вообще байтить и говорить о том, что там, типа, наберите какое-то там определенное количество лайков, я куплю там Шафта и все, 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 я не байтер, я не какой-то там, знаете, как, поставь лайк, если любишь маму, там, или еще что-то в этом духе, поэтому завязываем с этой темой. 350, последняя циферка, набираем, покупаем, не набираем, не покупаем, да-да, нет-нет, короче. Все, переходим сразу же к игровой тематике, не буду я больше к этому возвращаться, не буду здесь никакой интриги тянуть. Сыграем сегодня пару замечательных каточек, посмотрим, что у нас вообще там будет, посмотрим, как они будут удачно или неудачно у нас складываться, я так понимаю, что эти две катки у нас будут сегодня в захвате флага, дабы я бы выполнил еще и ежедневные заданочки. Ну и посмотрим, куда нас вообще пикать будет, к маршалам или, может, к моим званиям, если к моим званиям, то посмотрим, насколько они там жестко будут нагибать или не будут нагибать меня, ну и как там вообще все это дело будет двигаться, пока резистов у меня на аккаунте нету, но вооружение фулкачное, поэтому особо никаких трудностей, я думаю, что у меня в данном бою не должно быть. Звания примерно мои, сандальчик CTF, отличная карта, пробуем реализовывать максимум, как вы знаете, до сих пор я играю на этом аккаунте без дрона, потому что дрон мой потихонечку, потихонечку прокачивается, ну а брать и играть на нем я пока что, ну, не вижу такого прям жесткого смысла, поэтому играю пока что без него. Ну и меня тут тоже быстрые респят, гаусс какой-то жесткий против попался, может м3, может м4, но ничего страшного, главное мне фул расходочку прожать, а дальше уже как по маслу оно должно лететь у меня. Я надеюсь, что все здесь будет получаться, ревиса уже с овердрайвом, хочет мне шмальнуть, но мой шап уже, как говорится, готов разруливать любую ситуацию в свою пользу, поэтому никаких особо проблем в этом плане у меня быть, наверное, таки не должно. Единственное, что мне здесь на подъеме, надо более как-то грамотно стрелять, ну и мне надо ставить три флага, поэтому стараемся увозить, надеюсь на то, что сейчас найду какую-нибудь лазеечку и плеш в обороне противника и залечу как-нибудь дерну, пока ребята очень плотно стоят на своей базе, но я надеюсь, что сейчас это дело мы изменим. Резиста от риса у меня нету, поэтому урон периодически залетает довольно-таки большой, но я не расстраиваюсь по этому поводу, надеюсь на то, что сейчас все у меня получится, я выдерну наконец-таки этот флажочек, но пока меня респит. Соточка опыта уже имеется, у противника там тоже все довольно-таки неплохо двигается, дроповую ддшечку надо забрать, хотя можно даже и фулл дроп дроповый забрать и отправиться уже на давление, можно было бы, наверное, даже по этому гауссу свестись. Давайте попробуем быстрее его. Не понял, а куда выстрел улетел? Ладно, хорошо. Ладно, хорошо, понял, принял, сводка в меня, да, летит. Жесть, конечно, гаусс наносит такое большое количество урона. А, я понял, я попал в эту стеночку. Ясно, понятно. Две минуты впустую прошло у нас в этом бою, пока что противник дефает, я не понимаю, честно говоря, для чего они дефят свой флаг, но флаг им, как говорится, в руки. Мне нужно просто ехать в атаку и пытаться дергать флажочек. Я не понимаю, почему мои тиммейти до сих пор тоже как-то очень саевого играют, вперед особо не двигаются. Наверное, надеюсь на то, что сейчас эта вся системочка поменяется и пойдут движения, с которыми я смогу наконец-то увозить вражеские флажки. Так, первая попытка есть, увоза. Ну и противник тоже пытается увезти. Ух ты, Зида как жестко хавает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рельса прилетает, и мои тиммейты, конечно, мне никто не помогает, и это 0-1 в пользу противника. Я понял. Я понял, понял, понял. Как же все-таки нужен резист от рельсы на этих званиях, ну и от Гаусса. Видите, что Гаусс творит. Гаусс тоже очень много урона наносит. Еще мину тут поймал, не совсем приятную. Короче говоря, есть необходимость в резистах, друзья. И с этим надо что-то делать. Я надеюсь, что в ближайшее время я эту ситуацию смогу исправить. И когда у меня появятся резисты, то играть будет намного проще, комфортнее, и получаться все будет намного лучше. Ну, конечно, я мог здесь одеть защитника, да, друзья. Там понтануться, сказать, что вот, я тут сейчас нагибать буду с защитником. И это реально, ну, было бы намного проще. То есть с дроном, да, который мне дает дополнительно большое количество здоровья, и в каких-то определенных моментах я бы смог бы выжить. Но это было бы проще. При том раскладе то, что он у меня еще особо не качан, и количество батареек не такое большое. Я пока что играю без дрона. Возможно-таки в следующих видеороликах, если вы этого захотите, мы сможем записать уже полноценно на этом аккаунте видосы с защитником. И там уже посмотреть, насколько там нагибает мой защитник. Там сколько шагов он? 5-6. Ну, на момент видеоролика, может, там будет шагов 8 качаного защитника. Ну, и, к слову, в конце видоса, я думаю, что там откроем еще контейнеры. Я заходил вроде в гараж. Было у меня пару-тройку контейнеров. Посмотрим, что у меня из них дропнет. Офигеть. Я уже с таким настроением увозил этот флаг. Я уже думал, ну, наконец-таки мой первый увоз. И мне тут рельса прилетает, я падаю в минус. Это просто провалище какое-то происходит. Ужас. Что происходит вообще в этих боях? Никак не могу отреспить никого. Что у меня за команда нагибаторов? Будет она сегодня не играть? 4-8, 5-8, 6-11, 4-17, 1-12, 1-5, 0-1. Неплохие счета, я сказал бы. Ну, тоже как бы отмазываться на команду. Говорить, что вот команда крабов. Поэтому я сливаю. Это тоже неправильно. Все-таки, ну, бывают такие моменты, ничего страшного. Нужно просто самому стараться, пытаться выжимать максимум. И надеяться на то, что сейчас все будет хорошо. Будет продвигаться все. По ходу катки. Отлично. Но счет, конечно, меня не может. Не может вообще как-либо радовать. Я хотел бы, конечно же, хотя бы, хотя бы один флажочек в этой катке поставить. Слушай, ну, так, конечно, играть, если я закончу с 0-2, или даже, может, там 0-3, это вообще будет какая-то печаль, беда, обида. Поэтому стараемся. Поэтому мы просто стараемся, беда. Надо респить, надо респить, надо респить, надо респить, надо респить. Было, блин! Скаут, блин, жалкий скаут. Ужас. Какие-то на бригадирах нагибаторы играют. Я в шоке. У всех М3 вооружение. Что-то какие-то там гауссы на полковниках. Какие-то жесткие типы попались. Нет, друзья? Как вы считаете? Жестковат. Немножечко, я бы сказал. Оп, оп, оп. Я понял. И опять у меня все так. Тиммейт, давай. Давай, дружане, давай! Я верю в тебя! Ну, почти. Почти у него получилось. 50 секунд до конца. 0 доставленных флагов. Моментами гаусс меня вот этот вот нагибал. Моментами я накрабил сам. Ну, что-то как-то... Тухловато, тухловато, друзья! Что я могу сказать? Тухловато. Я, конечно, не перезаписываю такие катки, как вы знаете. Все честно. Чтобы вы видели, что и бои такие бывают. Не всегда у меня получается разваливать все, что движется. И там нагибать, да? Бывают и катки, где что-то не идет ни по плану. И случаются такие бои. Не сказать, что часто, но они происходят, да? Ни для кого не секрет. Но, блин, давай, 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 давай. Ой, хоть один флаг поставил, слава богу. Слава богу, хоть один доставил. 25 киллов я набил. Понятное дело, что там первое место, все дела. Туда-сюда. Но катку мы проиграли. И говорить, что она удачная, я никак не могу. Пикаемся в следующую. Хотя карта была, ну, очень хорошая. То есть сандау для хори-шафта. Максимально удобная. Карта приятная. Да, для тройного шафтика можно на нем много. Противников поубивать, понагибать. Ну, что-то как-то тут не зашло. К сожалению. К сожалению, не зашло, не пошло, не полетело почему-то. Бывает и такое. Неприятное движение случается. Надеемся, что сейчас следующую катку мне пикнет. Более приятно как-то там. Может быть, не будет меня фокусить. Либо тиммейты будут более нормальные. Сможем нагнуть противничка. И доказать всем, что шафта, шафта, шафта нагибает. Ребят, ну, шафт нагибает. Трибьют, это крит ошибка стопроцентная, да. Вопрос только в том, когда он будет. Я зайду по быстренькому с тыла. Надеюсь, что меня никто не заметит. И я быстренько увезу флажочек. Мне эта карта, если честно, очень сильно импонирует. Мне она очень сильно нравится. И вообще, в принципе, кайфует этой карты. Если бы не криты, да. То есть вообще было бы просто максимально круто. Отличный подбор флага. Увоз по центрику. Противник даже не читает этого увоза. Ну, а я в свою очередь просто влетаю. И просто доставляю. Вообще великолепно. Отличная траектория. И отличная крит ошибка. Ну, хотя бы флаг доставил. Хоть плюс мораль. Есть от того, что я получил крит не тогда, когда вез флаг. Там, например, перед доставкой. Знаете, как получаешь крит перед доставкой. И сидишь и думаешь. Да, ну и он нафиг. Такой крит получать перед самой доставкой, когда ты четко ставишь флажочек. А тут нормально. Хоп, влетел. Доставил. Крит поймал. Ничего страшного. Обновился. Зашел. Вынес дальше эту катку. И все будет замечательно. Главное не тиктовать. И не думать о том, что все плохо в нашей замечательной нагибаторской игре. Отлично. Минус есть. Додушку. Ой, овер мой не забрал. Молодец. Вообще красавчик. Лучше. Еще я мне овер оставил. А теперь можно делать заходик. Опять какой-нибудь стелса попробовать. Залететь. Дать. Рельса, конечно, разворачивается. Но он не попадает. Отлично. Так. Влет есть. Наш тиммейт к слову там тоже флажочек уводит. Не знаю, куда он правил повес его. Что там происходит? Что там за скидка была профессиональная? Не знаю, какого там была скидка. Ну ладно, подбор есть. Это хорошо. Дальше, 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 дальше накидываем. Ждем доставочки. И на конвейере уже вытягиваем. Надеюсь, что наш тиммейт там поставят. Нет? Ну я буду надеяться, что поставят. Все-таки я свой-то доставил. Был, конечно, и второе ввести, если бы был бы флаг. Где флаг? А, флаг лежал до сих пор, боже. Там кто-то слился. Ладно, тянет, да, походу. Или не тянет. Куда он едет? Делал. Я не вижу его. А, есть. На доставку? Я не понял. Что происходит? Боже, что? А, он лагает так жестко. Я смотрю, он вроде ехал в доставку, потом хоп. Уже не в доставке, уже какие-то траектории выбирает непонятный. Что это такое? Как вы, друзья, играете в эту игру? Я не понимаю. Отличный подбор дропа. У нас флагчик потихонечку уходит. Да, это понял. Пытается, по крайней мере, через центр. Может мне его тут обрезать. Значит, попробуем обрезать его. Может быть, получится. Может не получится. Бомбочка. Ой, великолепная бомбочка. Молодец. Воспик. Отличная работа. Поддерживаю таких игроков, которые на инициативе такой вот влетают, вырубают противничка. И все у них получается. Но я, в свою очередь, также пытаюсь улететь с флажочком на 0 хп. Громчик не попадет. Надеюсь, на 0 хп. Просто 0. Просто нулевый. Но, может быть. Может быть, мне этого хп хватит, чтобы доставить. О, отлично. Фук. Я думал, арта сейчас попадет. Но она не попала. Она вообще стреляла в другую зону. Отлично. Третий флаг доставлен. Есть. На моей любимой карте. 3-1. Очень хорошо. Очень прекрасно. То, что у нас сегодня получается на данной карте реализовать. Такие интересные моменты в свою пользу. Ну и я надеюсь на то, что мы сможем сделать досрочечку в этой катке. И при том, роднобить хотя бы, ну, 500-очку. 500-очку опыта было бы, наверное, неплохо. Да, все заданочки даже выполнили. За 2 катки. За 2 катки все заданки выполнить. Ну, это вообще прекрасно. Что может быть лучше? Вообще и голдик падает. Вообще великолепно. Попробуем. Может быть даже голдик поймать. Надеюсь, что он будет на большом мосту. На малом я его не вижу. Да, скорее всего, наверное, большой. Большой, большой, большой мостик. Где голд? Не вижу голда. Ага, дефолтная точка. Золотого ящика. Кто-то там прожимает овердраевые. Ну и наш тиммейт забирает голд. Нормально. Так, пошли тащить флаг. Так, показываю супер траекторию залета на вражескую базу. Если кто, друзья, не знал, то показываю первый и последний раз. Вот такая вот есть траектория. Так вот легко можно влететь на трибьютики. Если кто не знал, то берите на заметку. Да, здесь даже можно как бы залететь и со среднего танка. Только со среднего это немножко потяжелее происходит. Но с легкого это вообще происходит на языкаточке. Поэтому, кто не знал, пользуйтесь. Очень важная и полезная вещь. Так, у нас флаг только ушел. Я так понял, да? Куда он ушел? Не знаю, куда он ушел. А, на малый понял. Отлично. Тиммейт работать будут? Надеюсь, что будут. А, противник тоже полетел туда же. По моей траектории. Походу там наши должны возвращать, не? Да, отлично. Молодцы, лучшие, лучшие. Просто лучшие. 390 опыта у меня уже имеется. Сливаюсь, конечно. Но, ладно. Пойдем сейчас еще один флажочек попробуем дернуть. По супергениальной траектории. Только надо подождать расходника, чтобы был полный. Чуть-чуть 5 секунд подождем. Тиммейтов, ой, не тиммейтов противника пропустим. Блин, рикошет все равно агрится. Все равно агрится на меня. Ну, зачем вы агритесь? Что вам сделал плохого? Вы летите 4-1, друзья. Вам идти тащить флаги надо, а не меня сливать. А они почему-то решили закрепиться здесь. В районе маленького моста и покидать урончик. Ну, ладно. Если хотите покидать урончик, то я по-моему тоже могу покидать урончик. Так, попытка номер 2. Тоже удачная. Все отлично. И пробуем вытягивать. Опа, стоп, стоп, стоп. Куда? Куда? Столько урона вы влетаете. Может кто-то на передаче будет. Просто я по другой траектории точно не увезу. Ну и даже до передачи я не дотянул. К сожалению. К сожалению, не дотянул. Так, 50 секунд. Есть возможность зайти стелсом. Да, и попробовать увезти флажочек. Может быть получится, может быть не получится. Не знаю. Спорный момент. Но бывает заходит. Бывает заходит. Не всегда, правда. Но бывает заходит. Если вот этот гром, конечно, неумный тип. Который сейчас меня просто подловит где-то на подборе флажа. Нет, он походу неумный. Поэтому я улетаю быстро. Еще пытаюсь одного отрубить с центра. И теперь у меня 20 секунд. Ну ладно, давайте по передачке. Хотя по передачке не надо было тащить, если честно. Да. Но я был стелсом везти. А. Это настолько гениальный тиммейт был только что. Вы видели, что он сделал? Я в шоке. Боже. 7 секунд до конца. Друг ты мой хороший. Давай, давай, давай. Доставишь. Будь чемпионом. Но я так понял, что он чемпион. Да? Он доставил. Молодец. Отличные катки. Трибьют мне всегда нравился, друзья. Всегда мне эта карта приносит море позитивных эмоций. За любую сторону. Да. В матчмейкинге мне она реально безумно нравится. Если бы еще крит ошибок на этой карте не было. Было бы вообще просто максимально великолепно и интересно играть эту карту. Но так как бывают криты, то моментами, ну, есть такое какое-то неприятненькое чувство в душе. Да. И не совсем уж на постоянной основе хочется, чтобы дропала эта замечательная, интереснейшая карта. Теперь быстренько открываем контейнеры, которые у меня накопились. Три штучки здесь имеются. Первая десяточка красивая падает. Отлично. Дальше. Оооо. 250 всех припасов. Я уже думал, премочка. И... Краска свинец. Ну ладно, два синих, одно зеленое. Я считаю, что полноценно отличное, замечательное окончание данного видеоролика. Я вам лишь, друзья, скажу. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал. 350 лайков. Покупка шапта на основном аккаунте. В дальнейшем, конечно же, прокачка и вынос всего, что только движется. Ну и также, друзья, не забывайте про стримы. 22 часа, 22.30 по московскому времени. Практически ежедневно у нас стримы. По вечерам. Подлетайте, залетайте. Общаемся, нагибаем, разваливаем все, что движется. Ну и колокольчик тоже очень полезная вещь. Не забывайте, нажимайте. Поэтому как-то так. У меня, друзья, на сегодня все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи. И всем пока.